Приветствую вас. Причины вашего состояния, причины вашей такой реакции могут быть самыми-самыми разными. Начинаю от того, как вы воспринимаете мужчин. Почему вы называете мужчин мальчиком вообще? С чем это связано? Ну то есть вот, как вот так? Интересно, немного получается, что мужчины, это мальчики, да. Такая какая-то вот, немного обесценивающая точка времени на мужчину, как мне кажется. Я, конечно, не берусь наверняка, это буду сдать. Но, как мне кажется, имеет место быть такое вот некоторое принижение. Потому что, все-таки, ну, это не мальчики, это мужчины. Вот. Ну понятно, что вы можете чего-то бояться. Понятно, что вы можете чего-то опасаться. Понятно, что у вас может присутствовать страх, определенный страх. Например, страх сближения. Страх с вашей Given. Страх мальчиков и отчегнутым, series Ta male. Страх. Обнижение. Ну, вообще. Вот. И у этого, соответственно, могут быть свои некие причины. Понимаете? Какая штука! Поэтому, на мой взгляд, на это вам стоит обратить своё внимание, как минимум, пристальное или не пристальное решать только вам, насколько пристальное внимание вы будете этому уделять. Но, факт, это факт. Также, вы вполне можете через мужчин, через мальчиков, как вы говорите, реализовывать, в общем и целом, что-то своё, какие-то свои потребности, какие-то свои желания, что-то может пытаться себе доказывать. Да, мало ли что. Но, факт, это факт, что если вы охладеваете к человеку, вот, по достижению определённого момента, то это свидетельствует о том, что вам человек изначально интересен не так, а то и вообще не интересен. в этом я понятное дело не уверен, потому что всё, что у меня есть, это вот та информация, которую вы доставили. Поэтому здесь достаточно легко ошибиться. достаточно легко здесь, чего-то не понять, достаточно легко здесь, чего-то для себя, ну, не так увидеть, не так понять. Вот. И это тоже серьёзно, серьёзно достаточно, как мне кажется, проблему, проблему. Дальше. Свой вопрос вы задаёте не совсем корректно, потому что правильнее было бы вопрос задать как. Как я прихожу к тому, чтобы, что вот, начинаю обесценивать, начинаю отдаляться от человека и прочее. Ну ладно, это вот так. Ну вот, тут вы пишите, почему я не могу встречаться, как я нормально жале. Ну давайте мы с вами подумаем вот как, почему вы вообще хотите встречаться, вот вообще откуда у вас такое желание имеет место быть, с чем оно, это желание вообще связано, и если вы заинтересованы, чтобы встречаться, с кем там, то на мой взгляд очень важно понять для чего, почему вам хочется в кем-то встречаться, с чем вы нуждаетесь, с чего вы хотите, вот, как мне кажется это, ну, достаточно важный момент, вот, на который вам тоже нужно обратить внимание, свое. Вот, примерно так, я думаю можно ответить на вопрос, если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удалить.